Магнитогорск 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 С 생각ой Снегу от threw И algumas Анна Викторовна и ее супруг Анатолий Дмитриевич На своем садовом участке Устроили небольшую швейцарию с альпийскими горками, газонами, рукотворными водопадами. Едешь по левому берегу, заезжаешь в самое типичное садовое товарищество, заходишь за ворота, и такая красота. Сразу становится понятно, что каждый кустик здесь посажен с любовью. Каждая травиночка имеет свое место и свой смысл. Я вот не могу понять, это вот яблони или груша. Это потому что листочки такие мелкие, красные, и непонятно. Да, она еще только распускается. Это яблоня, декоративная, называется роялти. У нее пурпурный темный лист на протяжении всего сезона летнего. Цветет она ярко-красными цветами. Красными цветами? Красными. Она, когда цветет, готова свадьбе приезжать, фотографироваться. Это просто шар красный. Вот мы чуть-чуть не успеем. А когда она зацветит? Да, через две недельки уже будет соцветие. Плодики завязываются мелкие, как вишенки. И она декоративна в течение всего года. Она даже в зимнее время стоит нарядная за счет своих плодов. Ну, конечно, привлекает птиц, птички склевывают это все. Надо ли как-то формировать крону особым образом, чтобы она не разрасталась? Вот обратите внимание, вот эту яблоньку мы запустили в несколько стволов. Да, вижу. Вот точно такой же сорт рядом, роялти, та же самая. Она у нас сформирована в один штамбик. Но ботаники уже умеют делать и сделали такой же сорт яблони в плакучей форме. Вот она. Это уже загиб. Я не могу не спросить вот об этом, раз уж рядом с яблони такая красота. Это что за елка такая удивительная? Ну, вот мы ее называем нидиформис. Это одна из елей колючих. Она старушка. Это карликовый сорт. Она вырастает всего метр пятьдесят от силы будет. Широкая. Молодой побег у нее красный. Это очень редкая ель. И эти молодые побеги образуются в шишечке. В конце сезона из них просто висят шишки. Анна Викторовна, вот у меня соседка по лестничной клетке жаловалась, что у нее вымерзли розы, хотя она их прикрывала. Неделя была какая-то очень холодная этой зимой, и вот не все смогли спасти. Вы как закрываете свои розы? Ну, по розам что могу сказать? Они, конечно, прихотливые. Каждую зиму, каждый год показывают себя по-разному. У меня розы высажены на южной стороне. И снег здесь очень рано тает. Они практически у меня не преют. Люди, как правило, очень сильно их засыпают, окапывают. И начинается прение. Нужно вовремя их раскрывать. Ну, вот я со своими кустарничками практически ничего не делаю. Они у меня уходят в зиму. Подстригаю я их только весной. До живого места делаю обрезочку. Ну, и практически ничего. Вот это у нас плетистая роза. Она за лето вырастает, закрывает все окно. Три метра дает побеги. А какие у нее цветы? Цветы махровые, малинового цвета. И цветет она два раза за сезон. Анна Викторовна, вот хочу спросить вас. Вот, в принципе, на садовых участках очень часто все засажено овощами, ягодами и так далее. Плодовыми деревьями. У вас очень много места, я гляжу, вот именно под декоративной. Почему вам это интересно? Почему вам нравится? Вот у вас и газончик, и елочки такие маленькие. Вот у вас душа лежит в красоте? Да, люблю. Какая-то художественная жилка во мне, она сидит. Очень люблю хвойные породы. Участки у нас небольшие. Большие кедры, пихты сажать как бы нереально, потому что загородим, соседям будем мешать. И я переключилась на карликовые ели. Допустим, вот коника. Это она тоже уже крупномер считается. Она вырастет всего будет до метра. Выше не бывает. То есть это взрослая елочка? Это взрослая елочка. Это значит ель шаровидная. Она сама так вырастет? Да, ее не надо ни стричь, ни кронировать. Она от природы держит свою форму. Вот такие формы есть тоже голубой ели. Она как подушка видная, стелющая. Обратите внимание, что они все разные. В летнее время, когда заходишь на этот участок, в эту часть сада, то такой запах стоит, аромат от можжевельников, от елей. У них свой запах. Ну, другой, не как от грядок. Я вот смотрю, что у вас помимо того, что декоративная вот такая еловая, у вас еще тут и прудик такой небольшой. То есть вы не пожалели буквально места и организовали здесь вот такую красоту. Ну да. У меня же есть и внук, и внучка, и голуби любят пить, купаться. И мы как бы стараемся, это для всей семьи, для полива. У нас здесь автоматический полив. Допустим, это место бака. Он украшает еще один хвойник, очень зеленый. Самый мой любимый. Это сосна горная, мугус. Она также широкая, где-то метр тридцать. Высотой она также будет метр тридцать. Ну, тоже вот ей уже пять лет. Растет очень быстро, хотя хвойные считаются медленно растущие. Но, тем не менее, за пять лет она себя прекрасно показала. И уже так же вот молодые почечки у нее есть. Вот, я здесь проскочу. Это вот уже все молодые побеги. Вот она проснулась. Сейчас от нее также пойдет хвойный аромат. Это сирень. А у Рео пестролистная. У нее вот такой замечательный лист на протяжении всего сезона. Она пестренькая. Да, она пестренькая. Это вот молодой побег. У нее точно такой же. Набирает она цвет. Цветет она. Особой красоты нет. Обыкновенная русская настоящая сирень. Но лист у нее вот такой вот. Необычный. Необычный, да. А у Рео пестролистная. Ну, вот сегодня я планировала посадить можжевельник. Да. Можжевельник – это сорт хиберника. Он высокий. У него где-то метр семьдесят высота. Ого. Он плодоносящий. Тоже ягодки на нем такие. Да. Также можжевеловые ягоды на нем есть. Цвет у него вот такой молодой побег зеленый. А в основном он голубоватый и очень колючий. Как бы вот хотелось бы мне его сегодня здесь посадить. Планировала я. Но вот хорошо, что вы пришли. Будете мне помогать. Берите леечку. Буду, буду. Да. И, значит, готовим к нему ямочку. Такая глубина должна быть. Ну, чем больше делаем луночку, она всегда лучше. Это хуже не бывает. То есть можжевельник любит поглубь. Вот он будет соседствовать вместе вот с этим, стелющимся. У него также вот ягоды. Это с того года они остались. Вот они прям сыпятся. Мой папа был бы рад таким червячкам. Рыбаки у меня их на расхват. Так, ямка широкая. Широкая. А чем в нее там? Ни навоза, ничего. Что в нее надо? Да. Ну, хвойные растения, они не любят берегной. Им лучше песчаную почву. Ну, добавляем вермикулит. Потом сейчас при посадочке я вам покажу. Вот сделали мы дренажик. Ой, вот так вот. Допустим, вот это у нас как дренаж считается. Затем вот эту почву мы смешиваем тоже с песочком, чтобы оно у нас все уже сюда пошло. Все носим всегда с собой. Сейчас найдем вермикулит. Найдем корневинчик. Всю корневую припудрим, чтобы оно... Помоги, пожалуйста. Так. Просто сыпать сколько есть? Сейчас покажу, что делать. Так. Вот это мы все припудриваем для корневой системы. Так. Сюда можно полить водички. Вот. Хорошо ему тут будет. Скажите, как доходит. Да. Ну, хорош. И не жалеем. Это для образования корней. Так. Засыпаем эту песчаную почву. Это все пойдет на будущая закладочка. И вот эту песчаную мы все ее мельчим, мельчим, мельчим. У вас хорошая почва по саду? Да, мы не жалуемся. Но она изначально такая? Или вы все-таки привозите ее, обновляете? Мы в основном... Сейчас я расскажу. Мы не покупаем никакие перегнои. Мы стараемся его как бы делать самим. У нас в огороде, в нашем, ну, на моем, допустим, участке, не пропадает ни одна травинка. Мы все эти травиночки раскладываем. Сейчас делаем закладочку такую, где они перепревают компостную. Делаем кучку. Вот еще красавица один. Толстый, хороший. И делаем удобрение, значит, для почвы свою. Не собираете, не сжигаете траву, а все ее в компостную. Да, да, да. Вот. И ему здесь будет... Теперь еще раз можно поливать. Все. Как говорится, пусть растет с богом. Наш можжевельничек. Ну, это растение называется бадан. Вы его прыскаем от кого-то или для чего-то? Просто от любви мы его прыскаем. Но это водичка просто? Да, это простая водичка. У нас, значит, постепенно у него есть листочки, которые отмирают, подсыхают. И эти листья очень полезные. Их заваривают чай. И этот чай приравнивается к нашему старинному индийскому чаю. У него очень красивый цвет при заварке. Аромат душистый, но незаменимый. А уж насколько там полезен, это там уже отдельная тема. Это надо уже читать по медицинской части. Мы пьем такой чай, да. Ну, вкусно. Да. Начинают у нас уже зацветать груши. Вот такая вот красавица. Одна ветка, эта прививочка цветет. Это один сорт? Один сорт, а выше у нас уже другой сорт. Абрикос какой-то вот у нас в этом году странный. Цветет слабовато. Или будет отдыхать, а может быть что-то заморозки какие повредили ему. Так что абрикос у нас какой-то непышный в этом году. Ну, вы интересовались про нашу почву? Да. Ну, хочу рассказать, как мы готовим перегной. Мы практически не покупаем землю. Мы каждую травинку, каждую былинку применяем на грядочки. Вот на такие. Сначала мы делаем вместо компоста, мы укладываем их в гряды. Стоят у нас эти гряды, ну, по три года. Это перегнивает зеленая трава, она преет очень быстро и перегревает. Со временем, с годами она оседает. И через три года мы ее просто разбираем и рассыпаем по всей почве. Вот. А сейчас бы я хотела сделать акцент, показать, как мы используем эти гряды в летнее время. Ну, и чтобы у нас зря не простаивали эти гряды большие, мы их тоже используем в течение всего, значит, периода летнего. Высаживаем на нее, допустим, огурчики. Можно высаживать кабачки, тыквы. И очень декоративно смотрится. Когда разрастается, оно свисает с гряд. И очень эффектно смотрится, красиво. И с пользой дело, что не просто компост гниет, но на нем уже можно собирать и урожай. Произошел у меня такой случай. Буквально два дня назад. Купила рапс. Рассыпала его по всему участку. Ну, это для почвы очень полезно. Знаете, узнают уже все садоводы. Что случилось? На этот рапс налетело воронье. Черные, большие, красивые, холеные, лощеные. Земли не видно было. Как они его давай клювать? Склевали все. Наверное, все. Потому что что-то ничего не растет. Взяла палку, шуганула их. Они огрызаются на меня. Кар-кар-кар. Как поднялись надо мной тучей черной. Кар-кар-кар. Кар-кар-кар. Ну, свистеть не умею. Значит, гоняю. Все равно прогнала. На следующий день. Прошли сутки. Вечером. Беру леечки. Иду к этой грядочке, чтобы полить свои огурчики. И обнаруживаю. Огурцы вот эти вот все. Ну, это уже просто так надежно. Лежат кверх ногами. Нарыты вот такие норы. И это сделали вороны. Это они вам так, что вы их гоняли? Это они мне так отомстили за то, что я им не дала досыта покушать. Повыдергивали. Прямо таким образом все огурцы. Прямо вот они все. Ничего себе. Да. Вот так они все лежат. Все вот в таких вот норах. Все нарыто. Вот месть произошла. Вот хулиганки. А как же рассыпать-то сидираты сеять? Ну, что вот, караулить? Или я теперь уже знаю, что рапс не буду сеять. Наверное, они его любят кушать. Ну, вот и секрет садоводческий. Мы вот попали каким-то чудом на соседний участок. Как вас зовут? Я пан Франтишек. Вы пан Франтишек? Да. Попрошечка Тальфранд Брониславович. Вы нас хотели компотом угостить? Да. Это вашего участка. Можно словами Роберта Рожельзинского сказать? Он так писал. Я жизнь люблю безбоженно, но знаю наперед, что рано или поздно настанет и мой черод. И я упаду на градки, на землю, и, уходя во тьму, усталыми руками я землю обниму. Франц Брониславович, сосед Анны Викторовны, угостил нас вишневым компотом и рассказал, что за чудо дерево растет на его участке. О нем мы расскажем в одной из следующих передач. Заодно поближе познакомимся с обаятельным соседом. Он, кстати, презентовал мне символ Мая – яркие тюльпаны. В садах романтика вполне имеет право на существование. Это было два года назад, где-то октябрь-ноябрь месяц прилетел один голубь с закольцованной почтареныш. Сел, значит, вот в этот уголочек и сидит на крыше дома. Месяц сидит, два сидит. Декабрь месяц скорчится, ну, полетает, опять приходит. Ну, у меня зять голубятник. Я ему говорю, что мне сделать с птицей? Забери его. Он говорит, птица, говорит, знатная, хорошая. Но, говорит, мне она, говорит, не нужна. У меня, говорит, другая порода. Мне их нельзя месить, перемешивать. Поэтому эту птицу держат отдельно. А раз он, говорит, вас выбрал, ваш дом, вы от него уже никуда не денетесь. Это почтарь, он выбирает себе место жительства сам. Вот где захотел, там он и будет жить. Другое место он не сменит. Ну, мы начали его подкармливать. Он у нас зимует. И к весне, к марту месяца зять предлагает. А давайте ему голубочку принесем, такой же породы. Ну, и приносит нам чемпионку, которая прилетела с Крыма, со сломанным крылышком. И, говорит, для потомства она вам пойдет. В самом деле, наш голубок уговаривает свою голубочку, садит ее на яйца, выводится в выводок. Они его высиживают вдвоем в паре. Допустим, мама сидит день, греет яйца. Папа ночь поочередно летают, кормят. Птенцы выросли, два. У них бывает одно, два. Вышли на волю, и голубка улетела к своему хозяину. А папанька остался докармливать своих птенцов. Один уже сам. У нас их там, я не знаю, штук 15 уже. Мы не можем их даже сосчитать, сколько у нас этих голубей. Ну, сады-то наши называются Метизник-3. Вот, мечта. Когда они были организованы изначально? В прошлом году мы праздновали юбилей 50 лет. 50 лет. Да. Наши сады небольшие, всего 130 участков. Нам труднее выжить. Чем меньше товарищество, тем тяжелее в нем проводить какие-либо работы. Потому что все делается на средства, собранные из садоводов. Трубопровод в садах уже, ну, можно сказать, в негодном состоянии. Меняем частями, кусочками. Сейчас по новым технологиям, допустим, два года назад мы сделали трубопровод пластиковый. Ну, одну часть какую-то там, 200 с небольшим метром пропустили. Ну, конечно, это хорошо, не нарадуемся. Там у нас теперь и нет проблем в этом месте. Но в других местах, где еще старые трубы, также закупаем, целевой взнос собираем, также закупаем эти трубы. Все сами садоводы. Главная проблема – это электроэнергия. У нас в городе компания МЭК изначально обводит вокруг пальца садоводов. Они предоставляют нам счет, в который уже заложено, как в квартирах. Например, 3,20 в квартиру заложен, и 3,20 заложен в садовое товарищество. Но в квартиру обслуживает горэлектросеть, допустим, организация, те же самые все провода или где-то столбы, где-то что-то. А в садовом товариществе мы держим на штате своего электрика, закупаем, значит, свои запчасти к трансформатору, тот же провод, восстанавливаем сами лэпку. Вот у нас собирали 3,5 тысячи с участка за целевой взнос за лэп, чтобы поставить свою новую линию, 10 кВ провести в сады. Нам же это МЭК не ставит ее, и горэлектросеть же нам это не ставит. Мы же затрачиваем эти деньги. И поэтому со светом во всех садовых товариществах такая беда. И так как у нас работает свой трансформатор, он же вырабатывает еще всякие потери холостого хода или еще что-то. Независимо. Садовод пришел в сад, включил лампочку или не включил, трансформатор работает. И поэтому у нас уже получается свет не 3 рубля, а намного дороже. Действительно, садовые товарищества – это не только чуть более свежий воздух, чем в городе яркие цветы, свежие ягоды, но еще и масса сложностей, с которыми садоводы сталкиваются ежедневно. Об этом мы тоже обязательно будем говорить. В том числе и потому, что каждый сад находит свой уникальный выход из проблемных ситуаций. Ну а сейчас мы благодарим Анну Викторовну и ее супруга за приятную и очень интересную экскурсию по маленькой Швейцарии. До встречи в новом выпуске программы «Соседний участок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова